Ровный асфальт, отсутствие ям и трещин, наличие разметки и освещения – это дорога мечты любого автовладельца. Различные федеральные программы помогают улучшить качество российских дорог и сделать их идеальными. Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город» и сегодня мы узнаем, как меняются дороги в столице Чувашии. Безопасные и качественные дороги – федеральная программа, которая реализуется в Чувашии уже два года. За это время отремонтировали 64 километров дорожного полотна. Подробнее о реализации данного проекта мы поговорим с директором управления ЖКХ и благоустройства Олегом Беловым. Олег Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с 2017 года. В тот год БКД впервые пришли на Чебоксарские улицы. Расскажите о том, как реализовывалась программа, какие были проблемы при ее реализации. Да. В конце 2016 года Чувашская республика в числе более 30 регионов Российской Федерации вошли в программу безопасной и качественной дороги. Реализовывалась она как Чебоксарская агломерация, именно территория Чувашской республики. Ядром агломерации является город Чебоксары. Всего в прошлом году порядка полутора миллиардов рублей было выделено на Чебоксарскую агломерацию, на ядро более 700 миллионов рублей. План на работе формировался в конце 2016 года. В 2017 году, в середине мая, мы смогли заключить контракт, провели аукционы. В число мероприятий входило ремонт 27 участков дорог, также установка светодиодных знаков, пешеходный переход, 62 знака мы поставили, и установили более 4,7 километров барьерных ограждений. По итогам реализации 2017 года мы вышли на нормативный показатель 44%. Расскажите, как проходил контроль работы подрядных организаций, были ли какие-то проблемы или явные прям нарушения? Были вопросы по выполняемым работам, как по ремонту дорог. Благодаря многоступенчатому контролю были выявлены, ну не только благодаря этому, в том числе, благодаря многоступенчатому контролю были выявлены недостатки при производстве работ, они устранялись, были переложены порядка километра верхнего слоя. В общей сложности это половина молодежного проезда, улицы Петрова перекладывали часть, были замечания по другим улицам, замечания эти устранились. Подробнее про многоступенчатый контроль, вот как какой этап контролировался, и вот такой вот комплексный подход позволил ли даже сдать в срок все участки дорог, даже те, которые были не приняты? Условиями программы было предусмотрено, значит, введение, впервые мы начали внедрять общественный контроль. Контроль проводился следующими стадиями, да, это первое, технадзор, наш, управление ЖКО благоустройства, следующее, это строительный контроль, мы заключили контракт с организацией. Также приезжала независимая лаборатория, проверяла ровность покрытия. Мы создали группу в Вайбере, куда включились как нас, заказчиков, общественный контроль, стройконтроль, подрядчиков. И вот все общение проводилось очень оперативно, и поэтому я считаю, что благодаря такому многоступенчатому контролю, в первую очередь, мы достаточно успешно завершили 2017 год. Ну, теперь давайте перейдем на год нынешний, 2018. Сначала хотелось бы узнать, какого было выделено финансирование на этот год, как формировался список адресов, и вот проводились ли общественные обсуждения? На 2018 год выделено 829 миллионов рублей на ядро Чебоксарской агломерации города Чебоксары. Более 470 миллионов рублей – это федеральные, ну, остальные, то есть более 400 рублей – это федеральные, остальные – это бюджет республики и города. Планом работ предусмотрено было ремонт 35 участков уличной дорожной сети протяженностью 37,5 километров. По итогам реализации, значит, мы вышли на нормативный показатель 60%. В этом году мы завершили ремонтную программу уже, осталось только у нас вот уширение, заездной карман Богдана Хмельницкого. Ну, как я уже говорил, и в прошлые годы у нас есть вопросы по наличию или там возникновению внезапно каких-то неучтенных сетей. Также в этом году произошло с этим объектом, то есть в процессе шурфования были выявлены новые сети, которые неучтены проектом, и сейчас в проект оперативно внесены были изменения и работа в ближайшее время очень активно начнется. А кроме этого объекта, все остальные объекты когда были сданы? Ну, по условиям контракта у нас до 1 октября все работы должны быть завершены. Были просрочки по водорстрою, претензионный порядок начался уже по этой организации. Ну, будут применены соответствующие штрафные санкции. А вот как-то система контроля за подрядчиком изменилась в этом году? Или же схема прошлого года себя хорошо зарекомендовала и все осталось так же? Схема прошлого года, как вы сказали, зарекомендовала себя отлично. Все осталось на том же уровне. Все те же самые ступени контроля у нас присутствуют. Для сравнения, в прошлом году строительным контролем было порядка 100 вырубок выполнено. Отобрано кернов, дано около 30 предписаний по устранению каких-то замечаний. В этом году эта цифра снизилась. Ну, а теперь узнаем, что думают об отремонтированных чебоксарских дорогах главные участники движения – автолюбители. Существенно лучше стало, это заметно на самом деле. Вот в этом году, благодаря президентской программе, вот это вот дорожное полотно отремонтировали. Даже у меня друзья вот с Москвы приезжают, они как бы все замечают. Пока шел ремонт на Московском проспекте, пока лежали вот эти камушки, мне вот разбили лобовое стекло. То есть пострадало от того, что вовремя не заделали эти дыры, а потом камней наклали и в итоге вот. Честно говоря, очень мне нравится вот центр, как переделали, вот тридцатку. Но если заезжаешь куда-то вот чуть-чуть от центра вправо-влево, да, дороги ужасные. Даже вот эта дорога, вот с этого поворота, с каруселя до дом торговли, безобразная просто. Заметили, заметили. Ну, сдвиги есть, есть, есть. Ну, не кругом, конечно, но есть. А какие, на ваш взгляд, участки еще нужно отремонтировать? Сразу не скажешь. Ну, таких участков, по-моему, еще достаточно. Отремонтированы сейчас дороги стали. Лучше стало, намного ездить приятнее. Есть некоторые участки, конечно, дворовые самые. Но там, да, есть еще небольшие недоделки. А так приятно. Если считать по пятибалльной шкале, то четыре с плюсом. Какой вопрос про ремонт дорог вы бы хотели задать городским властям? Об этом мы тоже спросили чебоксарских автолюбителей. Уважаемая администрация, когда же во дворах отремонтируют все территории дворовые? Проехать невозможно, как после бомбежки. Район университет, заезд с конечной остановки. Вот там очень плохая дорога. Где автомывальник, где петериник. Будет ли когда-нибудь дорога, карусели приводиться в порядок? Или мы так и будем здесь портить свои бедные машинки? Меня интересует такой вопрос, что здорово дороги ремонтируются, но очень долго на дорогах нет разметки. То есть ездишь по новой дороге, например, на Гагарина, да, а до сих пор там не появилась разметка. Соответственно, нету стоп-линии и могут прийти штрафы. А хочется, чтобы ездить по новой дороге и с разметками. Как бы можно было ускорить этот процесс? По первому вопросу могу прокомментировать только то, что мы достаточно продолжительное время выполняем ремонтные работы по дворовым территориям. Ежегодно от 30 до 70 дворовых территорий выполняется в зависимости от годов. В настоящий момент порядка 75% дворовых территорий уже приведены в нормативное состояние. Но, к сожалению, на это требуются достаточно серьезные средства, где-то от 200 до 300 миллионов ежегодно, чтобы в течение 2-3 лет привести их в нормативное состояние. Но выделяется в настоящий момент не более 100 миллионов. То есть самые такие даже года, когда больше всего мы делали ремонтов, это было не больше 100 миллионов. Ну вот имея такой разрыв в финансировании, конечно, мы не можем оперативно очень все это устранить. На это потребуется время. По центральной дороге электропорадчиков, то, что автомобилистка говорила, уважаемый, у нас имеется проект, имеющий положительное заключение экспертизы. Мы планируем бульвар электропорадчиков, перевелок электропорадчиков включить на следующий год в план ремонтных работ. Про университет был вопрос еще, где пиццник, который к новому микрорайону идет? Ну, та дорога, которая ведет к новому микрорайону, она была устроена застройщиком. Да, сейчас проводится работа по ее передаче в муниципалитет, и будет разрабатываться проект на реконструкцию этой дороги. И, наверное, в ближайшие годы эта реконструкция будет проведена. То есть год-два когда же это будет? Ну, год-два, да. Я думаю, что не позже, там, 2020 года эта работа будет выполнена. Или, по крайней мере, на чита для реконструкции этой дороги. И последний вопрос там про разметку задавали. Про разметку, да, мы понимаем, что происходит большой разрыв между ремонтными работами и нанесением разметки. Иногда препятствуют этому погодные условия. Но что касается улицы Гагарина, там первоначальные вырубки дали. Ну, были вопросы к первоначальным вырубкам, были сделаны повторно, проведены испытания. И уже после испытания сейчас мы отдаем добро на нанесение разметки. То есть это связано с приемкой работы. Улица Гагарина, значит, повторное испытание, лабораторное испытание прошла. Положительно, поэтому сейчас уже в ближайшее время разметка будет нанесена. В этом году в Чебоксарах дороги ремонтировали не только по федеральной, но и по муниципальной программе. Называется она «Развитие транспортной системы города Чебоксары». Олег Георгиевич, расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее про эту программу. Что в ее рамках удалось отремонтировать? Ежегодно в рамках этой программы выделяются средства. Из республиканского бюджета при нашем софинансировании проявляется ремонт каких-то участков дорог. В этом году было запланировано 7 дорог. Это Зоя Яковлевой, Ивана Франко, Кукшумская, Мичевна-Павлова, Крылова, хозяйственные и складской проезды. В настоящий момент 5 дорог, за исключением хозяйственного и складского проезда, выполнены. По условиям контракта две дороги, переходящие в складской и хозяйственный проезд. На них сейчас выполнена холодная регенерация, устанавливаются бортовые камни. Если погодные условия позволят, мы в этом году завершим. А теперь хотелось бы поговорить о безопасности новых дорог. За это отвечают в ГИБДД. О статистике и о том, какие проводятся профилактические мероприятия, узнаем сейчас. Новые ровные дороги без ям и трещин. Хочется вдавить педаль в газ и мчаться на высокой скорости. А она, как известно, может привести к печальным последствиям. По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города Чебоксары зарегистрировано снижение количества дорог и транспортных происшествий на 10,3%. Однако погибших людей у нас увеличилось на 50%. Наезды на пешеходов – один из самых частых видов ДТП. 24 октября, улица Гагарина. Девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и ее сбивает троллейбус. К сожалению, в последнее время такие наезды повторяются с пугающей чистотой. Особая озабоченность у нас вызывает ДТП с участием пешеходов. По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города Чебоксары зарегистрировано 135 наездов на пешеходах, в которых у нас 12 человек погибло, и 128 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Президентский бульвар, улица Гагарина, проспект Мира. Здесь сконцентрированы самые опасные участки движения. Чтобы снизить количество аварий, сотрудники ГИБДД проводят профилактические акции. На этот раз – такую. Уважаемые водители, отдел ГИБДД по городу Чебоксары напоминает, что пешеходный переход – место повышенной опасности. Автобус с громкоговорителями на крыше еще раз напоминает всем участникам дорожного движения, как важно соблюдать правила. Посмотрю сначала, куда? Налево. А потом? Потом перейду половинку, посмотрю направо. Если нет транспорта, значит пойду. Надо, чтобы у тебя увидел водитель. Я вижу, что он остановился, тогда иду. Но так поступают не все пешеходы. Торопились очень сильно. Ну а вы вообще видели, что красный горит? Да, увидел. Но слишком было уже поздно. Ну, поймите правильно, отсутствие машин – это не говорит о том, что вы имеете право переходить приезжую часть, накрасить у нас следопоры. Автобус колесит по Чебоксарским улицам вторую неделю. Рейд выходит ближе к сумеркам и часу пик. Именно это время считается наиболее опасным. Следующая остановка – улица Ленинского комсомола. Здесь часто происходят аварии с участием пешеходов. Одна из последних случилась в начале октября. Еще одна чуть не произошла на глазах нашей съемочной группы. Не до смеха было бы случись ДТП. Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили пешеходам правила дорожного движения. Провели профилактическую беседу и показали видеоролик. Автоинспекторы к теме безопасности подходят комплексно. К примеру, участвуют при планировании ремонтных работ. Смотреть, какие у нас очаги, где у нас отсутствует освещение, где не хватает нас светофоров, где отдельную фазу для пешеходов надо делать. Все исходя из комплекса всех мероприятий и очагов ДТП. Совместно работа проводится. Олег Георгиевич, как Вы считаете, какие еще меры нужно принять, чтобы повысить безопасность на дорогах? Надо предусмотреть комплексы фото-видеофиксации, потому что новая дорога, хорошее качество. Водители начинают нарушать, увеличивать скоростной режим. Обязательно камеры фото-видеофиксации. Следующее мероприятие – это знаки. Нас очень впечатлил опыт прошлого года, где мы устанавливали знаки светодиодные с подсветкой пешеходных переходов. Это очень заметный знак. Его видно издалека. Он дополнительно оснащен фонарем, который направлен на сам пешеходный переход. Кроме того, можно даже не в рамках этой программы, или в рамках этой программы требуется установить освещение, повысить видимость пешеходов на дороге. С очагами концентрации ДТП тоже надо разбираться. В этом году мы, например, такие малозатратные способы внедрили, как переразметку. То есть там, где ширина дороги позволяет, мы увеличили полосы для движения. Соответственно, также возникает меньше конфликтных точек для пересечения транспорта. На самом деле мероприятий очень много. Каждая из них требует изучения. Ну а в целом в городе Чебоксары действует комиссия по повышению безопасности дорожного движения, куда входят сотрудники ГИБДД и сотрудники администрации, отдела транспорта. Также Угадан, ну и другие контролирующие органы. В рамках этих комиссий мы практически ежемесячно собираемся. И точно там, где есть, существуют проблемы, выносим на обсуждение эти очаги, эти какие-то конфликтные точки, да, там, пересечения транспорта для рассмотрения, изучения и принятия решения по этим участкам уличной дорожной сети. А вот запрет левых поворотов последний? Запрет левых поворотов в том числе как раз это вот на Карла Маркса и Воробьевых. Это тоже то решение, которое принималось на комиссии, потому что в данном случае две полосы для движения, одна занимается машинами, поворачивающими налево, изучается интенсивность движения, сколько машин поворачивает налево. И уже исходя из этого, скажем так, приходит к мнению комиссиона, что здесь в том или ином месте требуется запрет левого поворота. На самом деле это не только там российская практика, это и мировая практика запрет левых поворотов. Инновации в сфере дорожного строительства. В Казани прошла международная специализированная выставка «Дорога-2018». Ее участники – дорожники из разных регионов страны, представители органов власти, производители техники. В числе экспонентов была и Чуваша. Два павильона, 15 тысяч квадратных метров, площадей и более 200 участников. Выставочный комплекс «Казань-Экспо» на три дня стал центром дорожной отрасли страны. Одна из главных тем выставки – реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Регионы страны делятся своим опытом. К примеру, Саратовская область находится в лидерах по исполнению программы. Два года назад в регионе дорог, соответствующих нормативам, было около 20%. Сейчас – более 50%. Общая сумма выполненных работ составляет 2 миллиарда рублей. Из них миллиард из федерального бюджета, миллиард из областного бюджета. И в общей сложности мы отремонтировали и построили порядка 154 километра дорог. Все работы, которые проводятся, они отражаются в программном комплексе «Эталон» федеральном, который напрямую связан с «Росавтодором», который отслеживает наши работы, своевременность выполнения работ. Похожие показатели и в Удмуртии. В 2018-й в регионе был объявлен годом дорог. Это позволило добиться хороших результатов. Все министерства транспортные и так далее, все подрядчики были нацелены на то, чтобы в эти сроки сделать сверхрезультат. Строительство дорог курировал лично глава Удмуртской республики, причем в ежедневном мониторинге. И когда где-то был какой-то срыв, прям было оперативное вмешательство, это нам позволило сдать дороги на месяц раньше срока. Из каких источников можно получить дополнительные средства на ремонт дорог? Удмуртия на примере города Гуазов показала возможный вариант. Здесь располагается одно из предприятий «Росатома». Они авансировали налоговые платежи почти на 400 миллионов, а мы за счет этих авансов сделали всем жителям такое ровное полотно. За счет такой коллаборации с крупнейшим заводом, крупнейшим работодателем в республике, у нас получилось сделать другое качество жизни. В числе лидеров и наша республика в этом году в Чебоксарской агломерации отремонтировали почти 150 километров дорог. Каждый этап был под контролем у лабораторий и общественных организаций. Все работы выполнены в срок. К качеством исполнения работ на сегодня заказчики довольны. Ну и здесь нужно обратить внимание, что действует довольно серьезный гарантийный период. Соответственно, любой подрядчик, который сделает дороги некачественно, он должен по гарантийным обязательствам устранить. Другое направление – строительство новых дорог. Чувашия представила проект третьего транспортного полукольца. Оно свяжет все районы Чебоксар и разгрузит центральные магистрали. Сумма проекта – около 10,5 миллиардов рублей. Часть средств республика планирует получить из федерального бюджета. Здесь можно узнать не только, как регионы страны ремонтируют дороги, но и главное, чем. На выставке открыта экспозиция дорожно-строительной техники. Вот это, например, автогрейдер. Он используется при строительстве, ремонте и благоустройстве дорог. А вот этот асфальтоукладчик – новинка отечественной разработки. По своим характеристикам он не уступает импортным аналогам. Плита позволяет укладывать асфальт шириной от 2 до 4 метров. Дальше существенно увеличена эргономика управления асфальтоукладчиком. И с удовольствием будем сотрудничать очень плотно с дорожниками Чуваши, так же, как и со всей России. От наглядных образцов к деловым переговорам. Круглые столы, семинары, конференции, где обсуждали и решали самые актуальные вопросы отрасли. Олег Георгиевич, вот вы побывали на этой выставке. Расскажите о полученных впечатлениях, как наш регион себя показал. По итогам прошлого года Чебоксарская агломерация вошла в пятерку лидеров. Чувашская республика и Чебоксарская агломерация, в общем-то, на хорошем счету в рамках реализации этого проекта БКД. Сама экспозиция, если вы заметили, была тоже достаточно такая информативная, очень интересная. Были представлены фотографии. И в том числе один из наших приоритетных направлений, которые мы видим для разгрузки уличной дорожной сети, это строительство третьего транспортного полукольца. Проектирование в этом году уже началось. Заключен контракт с Казанской организацией по проектированию. Планируем получить первый этап проекта смертной документации до 1 августа 2019 года. И до конца года остальные этапы, прошедшие экспертизу, проекта смертной документации. Для того, чтобы с 2020 года начать реализовывать строительство третьего транспортного полукольца. Задача какая у этого масштабного проекта? Что в первую очередь? Проект будет связывать весь город от северо-западного, от завода «Контур» до кольца 9-й пятилетки. То есть это обход города, который позволит, скажем так, автомобилистам и жителям города, которые проживают, например, в северо-западном районе, а работают в Новоюжном, ездить не по центру, по загруженным участкам, а по новой магистрали, которая, на наш взгляд, даст больший эффект по разгрузке дорог. Откуда планируете получить финансирование на реализацию этого проекта масштабного? Финансирование планируется получить, естественно, за счет, планируется первоначально за счет федеральных средств, но неоднократно проводились совещания, и, в общем-то, Иван Борисович Моторин выразил, скажем так, уверенность, что если даже не будет федерального финансирования, все-таки Дорожный фонд Чувашской республики позволяет за какой-то промежуток времени реализовать этот проект и за счет республиканских и городских средств. Перейдем к 2019 году, к следующему году. Есть ли уже сформированный список объектов по безопасным и качественным дорогам или еще нет? И могут ли горожане как-то повлиять на него, поучаствовать? Мы проводили в 2018 году несколько раз общественное обсуждение для формирования перечня дорог на 2019 год. Туда предварительно вошли уже на сумму где-то порядка 900, более 900 миллионов рублей. 14 участков, 14 улиц для ремонта. Также планируем мы реконструкцию провести, в том числе бульвар электроаппаратчиков. И также, возможно, начнем строить какие-то дороги. В настоящий момент уже перечень сформирован. Он еще не утвержден, но сформирован. Мнение могут высказать, там написать. У нас на сайте есть, там адреса указаны, можно написать к нам в управлении ЖК благоустройства. Также можно в администрацию города написать, указать, какую дорогу хочет тот или иной гражданин включить в программу. Это все пока еще можно сделать, но, конечно, основные мероприятия уже сформированы. Из проектов реконструкции, которые в ближайшее время планируем реализовывать, то есть у нас завершается проектирование улицы Гражданской. Реконструкция улицы Гражданской будет четырехполосная, с тротуарами, с освещением и с ливневкой. Потому что в настоящий момент это целая проблема. Там тротуаров нормальных нет, там нет ливневой канализации. Поэтому стоит вода, из-за этого дорога интенсивно разрушается. В ближайшее время мы планируем, в ближайшие годы, реализацию этого проекта. То есть до конца года выйдет проект уже с экспертизой. Кольцо останется? Кольцо в техзадании мы поставили перекресток, потому что на наш взгляд перекресток, и не только на наш взгляд, и на взгляд специалистов, потому что мы проводили техсоветы, когда формировали техзадание и думали убирать или оставлять кольцо. По мнению специалистов и технического совета мы проектируем там перекресток. А еще какой-нибудь проект помимо гражданской? Улица Ивана Якулева реконструкция, это въезд в город. У нас завершается тоже проект, скоро мы получим положительное заключение экспертизы. В настоящий момент сейчас изучаем также возможность строительства, точнее реконструкции Лапсарского проезда. Олег Георгиевич, большое вам спасибо за интервью. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова